ребята всем привет с вами александр и у нас просто главный герой этого события это у нас литронокс не знает у нас сокровище литронокса день литронокса битва литронокса короче все у нас тут по электронокса ну-ка давайте лорд литронокс вот так куда у нас называется это серия событий на карте сегодня на карте можно найти до 25 тысяч монеты то что мне предстоит сделать после этого видео есть много появилась башень и обычных и редких и эпических везде мы сражаемся с литроноксом также так на этой неделе ожидается повышенная актива след тронокс найдите их чтобы не не вывести лордами тронокса вы просто не сможете лорд электронокс не выводим не понял перевод какой-то дурацкий но смысле речь о том что босс литронокс который есть эпической башни он короче супер какой-то крутой то есть его создать нельзя это просто усиленный литронокс ну и вот приманка на лорд электронокса мы знаем что вы хотите больше электронокса используйте эту приманку же чтобы поймать заветное существо но это имеется ввиду обычный электронокс и сейчас я вам покажу их на карте так миллион как бы и великий лорд электронокс умеет ли он летать быстрее 5 разовров целебные целебные ли его слезы встретить с лордом электроноксом лицом кличцу и узнаете это короче получите награду ну вот я уже прошел такую ваш обычную башеньку сейчас мы с вами пройдем редкую башеньку и пройдем эпическую эпическую не ручай что мы пройдем сейчас мы посмотрим какой он там у нас крепкий а еще ли тронокс у нас используется для создания уролита прикольного класс нючего крокодильчик а мне он очень нравится как он выглядит да но его дико неудобно прокачивать то есть по 50 обычный тронокс и обычный пурзавр это просто от и докачать его до 20 ты просто так вот сидишь и 10 минут клацать штук чтобы на один уровень короче качнуть это очень неудобно так и из него делается такой вот гриб полит такой вот уникальный уникальный крокодильчик гибрид у меня вот какие гриппозавр гриппозух есть да и вот этот пуролит нужен чтобы получить вот этого похожего на крокодила на более жестокого и огромного сильный хвост которому позавидуют даже гриппозух я думал даже годила позволить ему невероятно быстро плавать вот такой вот насколько это существо но судя по морде у него к этому да очень странная загнутая такая вверх да вот этот гриппозух у нас вот такой вот но очень похож на гриппозуха он кстати отдаленно на угли пазуха челюха очень слабая тонкая как-то какой-то гавиал на ногу этого у меня довольно таки много так давайте заглянем на карту они не на карту давайте на электронокса посмотрим то есть обычный электронокс вот имеет у нас такие вот ударчики запрет замены щит и контратака у него 1x вот так вот она обосса не знающие будем смотреть что у нас по боссу давай прогружайся у нас сейчас будут сначала редкие башни а потом будут эпического давайте заглянем вот это у нас собственно говоря лор лорд электронокс но этому же считается лебнули его слезы и все дела и у него вот такой вот набор 8 кострей жизни щит откуда у электронокса щит 60 процентов откуда непонятно ребята удар в два косаря шанс крита хоть небольшой это радует скорость 132 то есть он всегда ходит первым это печалька и у него еще контратака то есть он тебя атакует ты его атакуешь и ты умираешь по факту ну да не знаю даже как чем его можно будет проходить ну ладно этим к этому вопросу мы вернемся чуть позже чуть позже у этого парнишки что задержка в один удар на него можно подмениться отложенный урон 0.25 но 0.25 не прикольно это не прикольно вот видите электроноксов здесь какой-то жопой жуй они везде как бы и вот и просто так гуляют и под вот этими вот значками я их даже особо сейчас не ловлю так то пойдем разминаться вот сюда да здесь какие лорды электроноксы здесь обыкновенные электроноксы и давайте будем сейчас что-то пробовать пробовать что-то будем скорость у них 104 то есть у них вообще скорость говнище даже возьму так ну этих мы разберем без проблем конечно а вот с тем 30 ну кровотечением не есть идея зарядить туда кровотечение но и скорость 132 вы представляете себе это нужно существо какое-то которое сможет опережающий ход сделать его замедлить сразу вот это было бы круто опережающие замедления вот это я понимаю давайте вызовем тардалозавра сильнейшего из кстати стирана заврит он же все-таки там гены тиранозавра имеет и электронокс у нас тоже тиранозавр ну давай может кританешь не критану да ну тут 30 просто будет шинковать всех и вся ну кританул блин я бил с первого удара так пробил лучше давайте наверняка пробиваем парализуем давайте да он по размерам создать значительно уступает нам блин паралич на него не сработал почти у него иммунитет есть нет у него иммунитета а подождите от того большого у нас наверно иммунитет если иммунитет есть то да то кровотечение отменяется ну ли тронокса насыпает это хорошо принципе не надо бой пур пуро пурозавра насыпали это хорошо ловить их не нужно будет так а я хочу глянуть на вот на этого парня у него кровотечение 030 она сразу доступно до 033 то есть он будет повеселее скорость у него 129 нужно будет его должны качнуть так ну давайте деталь не будем вглядываться в нашу эпическую зарубу бакса не трачу пока жду акцию так давайте смотреть так ну вот эта херня он же по идее не будут пользоваться разрушительная яростная замена то есть у него как у этого гибрида драка рекса и царатозы 30 рад обсадали как там у нас не помню как называется есть такая штука так обход брони обход счетовой брони блин двойной урон то есть четыре косаря еще и секрет о нет то есть но он пробивает любого здесь вообще как бы без шанса не знаю к опережающий удар так перезарядка ну хоть бы большая перезарядка есть а у него опережающая мгновенная непобедимость есть но она ему не надо он и так быстрее всех 132 то есть короче печаль к то есть и вообще принципе не сможешь походить он тебя бьет потому что он ходит первым и потом еще прилетает сразу мгновенная непобедимость если ты его ударил то получил контратаку да ну хорошо хоть вот эта фигня нам не актуально потому что он один длительная непобедимость непобедимость на два хода то есть нужны существа которые пробивают сквозь щит ну вот тебя можно взять допустим ну вот его взять а толку вот этого парня взять может быть она у него кровотечение не так тогда нужно нам все таки взять этого парня давай 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 но он блин они все получат урон это же просто дичь какая-то они все получат урон у кого там есть какая-то опережающая хрень ну у него опережающий чтобы она еще была доступна с первого же хода так индоминус инвизибилити может врубить ну тут как бы как бы хрен его знает чё там у нашего маномима можно сразу уклонение включить и что снятие положительных эффектов это сквозь щит скажем так пробить можно но он же бьет то мало бьет то мало так ну вроде как то есть мы можно будет задешево сделать еще одну попытку по если мы пак пак но не если скорее всего мы потерпим поражение и и так то есть мы появились мы можем сразу принципе получить двойной урон сразу получить двойной урон ну нужно брать вот этих вот ребят вот этого парня так я думаю брать не брать ну давайте погнали сделаем две попытки наверное но он любого пробьет двойной урон это блин четыре косаря сквозь броню и сквозь щиты это либо у тебя опережающие короче удар какой-то там и дикий есть даже вот не знаю давайте начнем с вот этого парня если повезет уклониться на топка будет толк блин какой он гигантский ах ты ж сволочь вот в чем то есть у него тут сразу удар доступен он сразу его юзает так мы можно сейчас обычный удар получить обычный более на а ну правильно смотрите какая хрень получилась он использовал свой опережающий ход у него он сразу разблокирован и получается у него второй удар тоже разблокирован пол того что у него была задержка 1 а после опережающего удара у него уже короче нет этой задержки ну и чё вы прикажете делать были на чё тут можно сделать то то его хоть бы разок ударить а не учись нейтрализация ну конечно как могло быть и а и уже освободилась мгновенная не ярость а так а что тут можно сделать ну нужно существ понимать он быстрее всех то есть даже если ты используешь опережающий удар твой опережающий удар будет все равно последним то есть ну как всего лишь ребятки 2 бакса чтобы это попытать так что можно попытать но были ну ну кто кто может выдержать его двойной урон но он не сквозь щит и не сквозь броню о ладно давайте начнем с этого парня потом вот эти два парня сейчас сразу прилетает двойной урон потом мы можем опережающим ударом снизить его его короче двойной урон ну а третьим ударом летит короче же снятие положительных эффектов ну давайте трики по крайней мере должен выдержать первый удар блин он не использовал только что а там же не было написано про его иммунитет подождите тут же нету ничего про иммунитет блин но это тогда гиблое дело поле но он еще и по-разному атакуют каждый раз но сейчас будет прилетать двойной урон но от него я смогу защититься по крайней мере я его уже укусил а вот и на нет вот и нейтрализация ну кровотечение здесь не канает то есть как бы и я ничего не могут это сделать он меня не вижу смысла сделать следующую попытку у него иммунитет если без иммунитета можно было бы к чё-то с ним пытаться делать но вот и сейчас возьму любого из этих ребят вот и прилетит опережающий двойной урон вот сто процентов то есть этот противник настроен четко хотя нет смотрите она нейтрализация прилетает были не то есть я не могу даже своей невидимостью дать себе бонус как бы чтобы походить это было контратака всего лишь а это вот мгновенная ярость на 6000 а но это мы не выдержим просто ну все короче не вижу смысла даже два бакса тракте просто нет никакие даже идей нет никаких даже идей ребятки вот такие вот короче дела ну блин смысл такого противника делать не знаю кто-то и вообще его пробил ну иммунитет все портит так бы хоть бы кровотечение можно было как-то подмениться на птеровекса на коза птерозавра он бы дал ему кровотечение а так но так смысл смысла не вижу ребятки так что вот такая у нас была серийка всем кому понравилось и напишите может вы видели как кто-то победил буду рад можете ссылочку бросить посмотрю а теперь ребятки давайте разберем записи ребят которые смогли его победить в общем то здесь большая доля успеха в везении и ну более высоком уровне вот это сейчас видео идет и блогера по по имени покемон по моему я ссылочку оставлю в общем то в описании у него как видите у него есть трики там 29 он аж уровня и ну показатели напоминаем еще лорд электрон акса в общем то но сами понимаете 29 динозаврами это будет полегче сделать чем чем моими 20 там какого-то уровня да но и тут главное вот трики очень неплохо подходит да у него все-таки довольно большое короче и бронирование что против вот это вот instant rampage неплохо заходит а противопережающего удара он на броню не пробивает потому трики здесь неплохо заходит да да но у литрон акса вообще 60 процентов брони ни у кого такого нет максимум 40 процентов брони у и у плацефала да у анкелозавров это 30 до в общем то вот такая тварь да и вот иммунитет до в конце видно то я у себя чуть не докрутил ну и контратака одинарная в общем то 22 в ребятки примером и сейчас рассмотрим вот один покемон чека и один там еще одного человека не блогера даст телефончиком записывал смотрите что он делает но опережающий двойной урон то есть это вот он снял трешку ну жить можно так про контратаковали про атаковали с критом то есть уже как бы хорошо да пролетела контратака да ну и в общем то давайте смотреть что он сейчас будет делать ну вот будет корейская это дефенс 2 пробитие двойное будет сейчас идти как бы и 33 киха на сейчас это по-любому без вариантов да но у него там есть видите драка цератопс в принципе но он решил выбрать нн тарекса потому что ты нн тарекс имеет удары пробивающей брони опять же он тоже 29 уровня у него опять косарей жизни то есть он как бы мог бы но без крита вот ведь он бы мог пережить как бы ну тут кританула не повезло тут без вариантов ну трагодистиса выбирать тоже смысла нет но драка цератопса вообще нет смысла потому что его убили если бы его не убили можно было бы на него подмениться да и он бы нанес двойной урон но все равно это тоже не пробило бы все-таки у литрон акса 60 процентов брони лорда и так а просто дичь в общем то в первом бою сейчас он проиграет как вы уже наверно догадались ну он так пол жизни снял то есть из 7300 600 осталось но еще нему не фартанула да он криты выдавал лорд литрон хотя у него всего 20 процентов крита он тут их подряд выдал несколько но он в общем то сейчас сделает еще вторую попытку давайте посмотрим кого он тут не хочет взять сет не мой аккаунт сотый раз повторяют обход каждым видео люди не слышат это не мой аккаунт да так кого берет трики на тнн тика берет драка с ротопса и драка рекса возьмет но драка рекса драка сразу с хороши тем что ты на них подменяешься драка рекс бьет одинарный урон сквозь щит и броню по моему да а драка с ротов бьет двойной урон сквозь щит и броню но начинаю опять же стреки давайте смотреть ну обычный удар естественно больше нечего то есть но нул и файн обнуляющий от лорда так ну крита не было да не фартанула так обычный удар прилетел а это была контратака сейчас инстант инвизабилити на два хода неуязвимость но у треки как раз здесь удар пробивающий броню и крита нула но сами понимаете то есть удар один удар на 5 500 как бы это уже все то есть он сейчас мог бы подмениться на любого из драка рекса вы все и вот все давайте сейчас как раз удар сквозь броню ну вот и все да вот если у тебя есть вкачаны трики то с какой-то попытки можно это сделать то есть мой трики ну на это в общем то не способен ну и смотрим что тут у нас за награды было в инкубаторе лорд электрон акса давай давай открывайся 2000 электрон акса в 15000 монет четыре косаря обычных два с половиной косаря обычных редких 400 ну то есть обычный эпический инкубатор с гарантированными двумя тысячами электрон аксов и и брахик в общем то так ну а теперь ребятки вторая попытка вот это уже в общем то более реалистично но опять же здесь тоже трики есть 27 уровня и есть двадцатый дракоцератус у меня на тот момент дракоцератуса не было такого нам это тоже не первая попытка там 2 или ну по крайней мере на записи это была вторая попытка этого человека такого он выбрал трики дракоцератуса индораптора выбрал ну у него тут вообще по моему все будет на везение и потому что и индомин индоминус но это как бы бесполезно и ну вы сами видели что обнуляющие удары прилетают сразу но просто в этом бою ему фартанет почему-то по нему сейчас он не будет бить обнуляющим ударом и и индораптора сможет остаться в невидимости если я не ошибаюсь такая ситуация ну самый прикольный вариант это стреки в качаный трики может нормально выдержать атаку атаку плюс контур атаку лорда так ну у человека видит как бы как кадров мало это как бы не косяк записи это косяк телефона он был слабоват он еле тянул эту запись потому такое здесь прерывистое видео так ну и вот смотрите то есть по идее что делаем как я делаю уходим в невидимость и он сразу использует обнуляющий удар но здесь по моему этого сейчас не произойдет да смотри длительная непобедимость какого перепуга он ставит длительную непобедимость а у индораптор как раз открылся двойной урон сквозь щит фарт фарт если еще крита крит крит выдал бы было бы шикарно и вот видите промазал и сам промазал не использовал обнуляющий удар вообще как бы непонятно вот и критонул 3 800 опять же фарт и второй раз фарт короче по нему не прошел урон почему он не использует опять здесь обнуляющий удар как видели у меня он сразу же и индор и этот блин а эрли доминус у меня сразу обнулялся и обнулялся индораптор ведь он сразу подменился на драгоцератом со тоже двойной урон нанес его трикинут реки тут просто уже добьет контратакой в общем то тут все в общем то просто и понятно все как говорится на везение ребятки ну а на этом в общем то все всем спасибо за просмотр и до скорых встреч